Предлагаемый видеоурок раскрывает организацию учебного процесса и методику проведения уроков геометрии 1-го четверти 10-го класса, раздела аксиомы стереометрии «Параллельность пространстве». Темы и цели обучения данного раздела следующие. 4 темы. С помощью математических символов. 10.2.2. Знать определение параллельных и скрещивающихся прямых пространств. Определять и изображать их. 10.2.3. Знать свойства параллельных прямых пространств и применять их при решении задач. 10.1.1. Знать определение тетраэдра и параллелепипеда. Уметь изображать тетраэдр, параллелепипед и их элементы на плоскости. Знать признак и свойства параллельности прямых и плоскости. Применять их при решении задач. 10.2.5. Знать признак и свойства параллельности плоскостей. Применять их при решении задач. На уроке, посвященном аксиомам стереометрии, необходимо прежде всего оговорить тот момент, что все аксиомы планиметрии имеют место и в стереометрии, и что некоторые из них приобретают другой смысл. Так, например, аксиома 1 планиметрия утверждает, что существуют точки вне данной прямой на плоскости, в некоторой, которая лежит прямая. В стереометрии эта аксиома утверждает существование точек, не лежащих на данной прямой в пространстве. Формулирование некоторых аксиом планиметрии, как аксиом стереометрии, требует уточнений. Например, формулирование некоторых аксиом номер 2, номер 4, номер 5. Прямая принадлежащая плоскости разбивает эту плоскость на две полуплоскости. То есть здесь отличие в том, что появляется принадлежность плоскости, требуется принадлежность плоскости этой прямой. Далее, четвертая аксиома. От любой полупрямой, не содержащей ее плоскости, заданной плоскостью, можно отложить угол заданной градусной меры, меньше 180 и только 1. Здесь она содержащая ее плоскости, то есть требование, опять же, принадлежность одной плоскости. Четвертый. Каков бы ни был треугольник, существует треугольник, который равен ему данной плоскости в заданном расположении относительно данной полупрямой в этой плоскости. И опять же требование принадлежности плоскости. И пятая, на плоскости через данную точку, не лежащую на данной прямой, можно провести не более одной прямой, параллельной данной. Здесь представлены аксиомы стереометрии и их следствия. Далее, для закрепления можно также использовать следующие вопросы. Как изображается и обозначается плоскость, что изучает стереометрия, попросить учащихся сформулировать аксиомы стереометрии. Также хорошо помогает учащимся усвоить, закрепить материал, вопросы, начинающиеся с выражения, верно ли, что любые три точки лежат в одной плоскости, верно ли, что любые четыре точки лежат в одной плоскости, верно ли, что любые четыре точки не лежат в одной плоскости. Для изучения теории вопроса взаимного расположения прямых пространств, прежде всего нужно рассмотреть четыре основных момента расположения двух прямых пространств. Первое – это прямые пересекаются, если они имеют только одну общую точку. Прямые параллельны, если они не пересекаются и лежат в одной плоскости. Третье – прямые скрещиваются, если они не пересекаются и не параллельны. Четвертое – прямые совпадают, если они имеют хотя бы две общие точки. Далее, для изучения теории по данной теме можно предложить учащимся подготовить презентацию по определениям параллельных и скрещивающихся прямых пространств. Или же они могут изобразить их на чертежах. Также можно предложить им проиллюстрировать эти понятия на модели куба, которые они могут сделать своими руками дома. Для того, чтобы показать учащимся, каким образом можно составить модели куба, вы можете использовать видео с ютуба, например, из спичек и пластилина. Легко можно построить модель куба и других многокранников. Также учащиеся могут использовать геогебру 3D, в которой могут построить куб и другие многокранники. Учащиеся могут использовать различные макеты. Далее, предлагаемый видеоролик. При введении понятий скрещивающихся прямых необходимо познакомить учащихся с знаком скрещивающихся прямых. Далее, следующие вопросы необходимо обсудить. Первое. Введение определений параллельности прямой и плоскости. Обсудить признаки параллельности прямой и плоскости. Ввести определение параллельных плоскостей. И обсудить в парах признаки параллельности плоскостей. Основные свойства параллельных плоскостей. Свойство 1. Если две параллельные плоскости пересечь третьей, то прямые их пересечения параллельны. Свойство 2. Параллельные плоскости, пересекая две параллельные прямые, отсекают на них равные отрезки. Свойство 3. Две плоскости параллельны третьей, плоскость параллельны между собой. Прежде всего, рекомендуется повторить с учащимися определения и признаки параллельности прямых на плоскости. Доказательства учащиеся могут обсудить в парах, а затем выполнить практическую работу. То есть учащимся необходимо будет изобразить плоскость и параллельную ей прямую. Далее провести вторую плоскость так, чтобы она содержала построенную прямую и пересекала первую плоскость. Также учащимся необходимо будет указать на чертеже прямую пересечения плоскостей. Используя полученный чертеж, учащиеся могут сформулировать свойства прямой и параллельной плоскости. Далее учащихся можно объединить в группы и предложить каждой из групп провести исследование расположения прямой плоскости в пространстве. Также для предоставления дополнительной информации